Чай согревает нас в зимнюю стужу и утоляет жажду в летний зной. Он бодрит с утра и успокаивает перед сном. О его полезных свойствах человеку известно уже много тысяч лет. Однако только правильное заваривание сможет сделать чай по-настоящему полезным. Не случайно в Китае существует целая культура употребления этого напитка – чайная церемония. Чаепитие – это целая наука, которой учатся годами. О тонкостях заваривания и употребления чая смотрите в нашем сюжете. Слово «чай» происходит от китайского слова «цай», что в переводе означает «молодой листок». В Китае чай – это не просто национальный напиток, а огонь жизни и самое мудрое из всех растений, к которому следует относиться с уважением. По традиции чайной церемонии перед завариванием следует познакомиться с чайным листком. Это специальная коробочка для знакомства с чаем. На чай можно посмотреть, с ним познакомиться и согреть его дыханием. На ваше дыхание чай отзовется чудесным ароматом. Чайные листья нужно положить в хорошо прогретый заварочный чайник, чтобы они привыкли к температуре и не потеряли своих полезных свойств. При заваривании чая на первое место древние китайцы ставили качество воды. Очень важна вода для чая. На самом деле, как говорят китайцы, так и есть. В чайнике 20% чая, 80% воды взаимодействуют. И без хорошей воды мы никогда не раскроем вкус чая. Вода должна быть чистая, хорошо очищенная, свежая. И должна быть особой температуры. Она не должна вскипеть. Если вода прокипает, в воде умирает кислород. Китайцы называют это мертвая вода. Она не передаст, не раскроет вкус чая. То есть воду нужно довести до кипения и остановить процесс. Для каждого чая есть своя температура заваривания. Для черного чая температура воды не должна превышать 90 градусов. Для зеленого 75, для белого 65 градусов. Традиционно чай заваривают в керамическом или глиняном чайнике. Посуда, изготовленная из глины, хорошо сохраняет вкус, устойчива к изменению температуры, не дает трещин и медленнее проводит тепло. Свойство глины сохранять и запоминать. Со временем он запоминает вкус чая, аромат чая. Такой чайник, глиняный чайник, никогда не моют моющим, никогда не чистят никакими порошками, только споласкивают и хранят на полочке. И можно заметить, даже видно такой чайный налет на нем. Эти чайники ценнее с каждым годом. Есть легенды, что чайник, которому несколько десятилетий, можно налить воды, а вылить неимоверно вкусного чая. Китайская чайная церемония популярна не только в Китае, но и далеко за его пределами. Искусство приготовления и питья чая помогает людям настроиться на созерцательный лад, забыть о повседневной суете и поделиться с другими спокойствием и душевным равновесием. Редактор субтитров А.Семкин